Полицейские автомобили в разных уголках мира объединяет разве что мигалка, в остальном все индивидуально. Если развит собственный автопром, то используют наиболее подходящие модели, в зависимости от региона и задач. Это может быть как спортивный двухдверный автомобиль, так и огромный проходимый внедорожник, или рамный седан, чтобы можно было тараном в заднее крыло остановить преступника. Многие страны закупают для своих полицейских подразделений автомобилей у соседних государств, если свой автопром по каким-то причинам не подходит. Сегодня посмотрим где и какие автомобили используются полицейскими и разберемся за что им отдали предпочтение. Италия родина многих роскошных автомобилей, которые можно смело отнести к разряду произведений искусства. Разумеется местную полицию такими машинами тоже не обделили. Вот например итальянский полицейский ламборгини. Двумя такими скромными машинами автоконцерн одарил стражей порядка в 2004 году. Один из них постигла страшная участь. Автомобиль попал в серьезное ДТП, но был восстановлен и снова заступил на службу. Автоконцерн посчитал использование своих автомобилей полицейскими отличной рекламой и в 2009 году вручил еще один спорткар полицейским Lamborghini Gallardo, который за время своей службы проехал 150 тысяч километров, а после был передан в полицейский музей в Риме. Глава компании Lamborghini Стефано Доминикали решил не нарушать сложившуюся традицию и в 2015 году расписанный в цвета полиции Lamborghini Huracan, способный развивать скорость до 300 километров в час и разгоняться до 100 километров в час за 3 секунды, был передан правоохранителям на торжественной церемонии, прошедшей около здания Министерства внутренних дел Италии в Риме. Эти монстры с приводом на все четыре колеса, даже мотоциклистам на самых резвых байках вряд ли оставят шанс скрыться от погони. Сверхскоростные автомобили используются полицией не только для погони за нарушителями, но и для срочной доставки в больницы органов для пересадки или запасов донорской крови к местам катастроф. Также в распоряжении итальянских карабинеров имеются заряженные седаны Alfa Romeo Giulia. Седаны получили традиционную раскраску кузова с надписью «Карабинеры» и светодиодные проблесковые маячки. Управление этими автомобилями доверяют специально отобранным полицейским, которые пройдут обучение на автодроме имени Рикардо Паллетти под руководством инструкторов Alfa Romeo. Эти седаны используются только для спецопераций, торжественных церемоний, а также для транспортировки донорской крови и органов. Основу же для автопарка полиции Италии сегодня составляют новенькие Alfa Romeo Mito. Их-то чаще всего и используют для повседневных задач и патрулирования. У транспорта стражей порядка на Туманном Альбионе история весьма богатая. Любопытно, например, почему стандартные патрульные машины в Великобритании называют пандами. Ведь расцветка их в наши дни меньше всего напоминает восточно-азиатское животное. Белая, как правило, основа и всевозможные клетчатые вариации голубого и желтого. Но так было не всегда. В 60-х годах, когда это прозвище зародилось, небольшие машины патрульных раскрашивали именно в черные и белые цвета, что напоминало расцветку панды. В наши дни от такой схемы отказались в пользу нескольких различных вариантов. И самым популярным является именно желто-голубая раскраска. Стражи порядка Великобритании также имеют хороший автомобильный вкус. У них на службе числятся Ламоргини Марселага, множество Ягуаров XF и дизельных BMW 5-й серии. Не так давно в их распоряжение поступила партия новеньких Lotus Evora. А совсем недавно британскими полицейскими использовались заряженные седаны Lexus ISF с крупнокалиберными V8 под капотом. 417 лошадиных сил, которые выдает этот мотор, для полиции оказалось в самый раз. Мощные полицейские автомобили приобретаются для задержания стритрейсеров или водителей, не пожелавших остановиться по первому требованию. Кстати, до Lexus'ов с этими задачами в Англии справлялись заряженные Subaru. Самый богатый и разнообразный парк полицейских автомобилей, конечно же, находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Например, город Дубай на сегодня представляет собой огромную автомобильную выставку, которая распростерлась по каждой городской улочке. Во время часовой прогулки по городу здесь можно запросто встретить штук пять Ferrari самой последней модели, несколько Rolls-Royce, десяток Bentley и прочие образцы современного автомобильного искусства. Становится понятно, для того, чтобы на дорогах города царил мир и порядок, требуются не менее быстрые полицейские автомобили. Совсем недавно полиция Дубая начала активно скупать новейшие суперкары и превращать их в гоночные полицейские машины. На сегодняшний день в их число входят Chevrolet Camaro, имеющий V8 на 426 лошадей, Ford Mustang GT, тоже V8, мощность почти такая же, как и у Camaro, 420 лошадиных сил, множество Nissan GTR, имеющих по 545 лошадей, BMW M6 Grand Coupe, опять же 8 цилиндров и мощность 560 лошадиных сил, Audi R8, внутри V10 мощностью в 550 лошадок, Mercedes-Benz SLS AMG, успевший стать легендарным автомобиль с уникальными дверьми, открывающимися по принципу крыло чайки, 8-цилиндровый мотор 6,2 литра и 580 лошадей, Bentley Continental GT и снова V8, объемом 6 литров и мощностью в 560 лошадиных сил. Есть и McLaren MP4-12C, а также Brabus B63-S700. Это бешеная модификация легендарного Гелендвагена с живущими под капотом 700 силами, способная разгоняться практически до 300 км в час. Представьте в зеркале заднего вида такой аппарат, и вам точно не захочется нарушать правила. Также в распоряжении дубайской полиции есть Ferrari FF, шикарный 12-цилиндровый суперкар из Maranello, а также Lamborghini Aventador, еще один сумасшедший итальянец. Те же 12 цилиндров, правда мощность чуть выше, а именно 700 сил. Ну вот мы и добрались до лимитированных автомобилей, стоимость которых превышает миллион долларов США. Это Aston Martin One 77. К слову, все лимитированные Aston сделаны в серебристом цвете. Поэтому, чтобы примерить к нему форму полиции Дубая, пришлось вначале перекрасить его в белый цвет. Под капотом у Aston 12-цилиндровый мотор, объемом 7,3 литра, рождающий на свет 750 лошадиных сил. Ну и наконец, Bugatti Veyron, куда же без него. Первый серийный автомобиль с 1000 лошадиных сил под капотом. Еще и выдаваемых редким W-образным мотором с 16-цилиндрами. Главнокомандующему полиции Дубая генерал-майору Абдуле Халифи Аль-Мари представителями книги рекордов Гиннеза был вручен сертификат, который подтверждает, что автопарк службы признан самым быстрым в мире благодаря использованию Bugatti Veyron в качестве патрульной машины. Автомобили американской полиции многие помнят по многочисленным фильмам с погонями. Наверное, самым знаменитым автомобилем, оставившим свой след в кинематографе, является Ford Crown Victoria. К началу 21-го столетия 80% автомобильного парка американской полиции составляли именно эти машины. Его можно встретить как в фильмах родом из 80-х и 90-х, так и во многих современных. Дело в том, что только в 2006 году на смену Crown Victoria пришел новый Dodge Charger, который сегодня является основой парка полиции США. Сегодня автопарк американских служителей закона делится на три категории. Первая категория – это автомобили, использующиеся для большинства задач, будь то патрулирование улиц, выезд на место происшествия или преследование нарушителя. Вторая категория – это специально оборудованные крупные внедорожники, использующиеся большинством правительственных агентов. И третья категория – это автомобили со специальным оборудованием, не рекомендованные производителем для стандартного патрулирования. Часто применяются для решения специфических задач, например, преследования преступника между штатами. Как правило, это внедорожники и спортивные автомобили. Упомянутый выше Dodge Charger относится как раз к первой категории. Именно его можно чаще всего встретить на дорогах большинства американских городов. Вторая категория – это Ford Explorer, Ford Expedition, Ford Excursion, Dodge Ram и Dodge Dakota. Все эти машины отличаются поистине вечной конструкцией, большой массой и мощными двигателями с огромной тягой. В голливудских боевиках они, как правило, таранят всех и вся на своем пути. Ну и третья категория – это спорткары – Ford Mustang и Chevrolet Camaro, а также знаменитый четырехглазный внедорожник от Chevrolet под именем Tahoe. Этими машинами был пойман не один беглый заключенный и остановлен не один угнанный автомобиль. Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить легендарный Jeep Cherokee, который в 90-х годах стоял на службе закона в США. А в России все наоборот. Его глубоко ценили представители бандитских кругов. И применялся он обычно для нарушения закона. Теперь давайте посмотрим, на чем ездит российская полиция. Времена, когда в их автопарках были только УАЗики до Жигули давно прошли. Теперь автопарк полицейских автомобилей в России расширился. И все зависит от региона. Например, в Москве, Питере и перелегающих областях преобладают фокусы. На Дальнем Востоке не редкость Ниссаны и Тойоты с правым рулем. А вот в Поволжье, это, как правило, отечественные лады. И совершенно неважно, что угнаться на приоре за нарушителем на BMW или Mercedes не представляется возможным. В столице в последние годы прослеживается тренд дорогих полицейских автомобилей. Вероятно, замашки в полиции Дубая задели за живое отечественных полицейских. Потому как в интернете стали все чаще появляться фотографии, облаченных в мундир иномарок класса люкс. Как вам, например, Porsche Cayenne, Hammer H2 и Mercedes-Benz Volkswagen с надписями полиция на бортах. И это вовсе не пример оригинальной аэрографии. Это реальные авто, стоящие на балансе МВД России. Про многочисленные Mercedes E и S-класса речи не идет. Они уже порядком примелькались на российских дорогах, как и здоровенные Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero. Индийская полиция в своей работе использует множество моделей автомобилей. Но почти все они индийской сборки. Дизайн автомобилей довольно вариативный, практически всегда задействован белый цвет. Но в остальном ощутимые различия в разных годах. Особенно любопытен внешний вид автомобилей полиции Делли. Полностью окрашенные в белый, с многочисленными красными надписями. Полицейские машины этого города больше напоминают порой карету скорой помощи, чем полицейского автомобиля. Погони в Индии можно увидеть разве что в индийском кино. Дорогие и быстрые машины там редкость. Поэтому полицейским хватает и подобных автомобилей. Интересной особенностью полиции в Германии во второй половине 20 века стало оригинальное цветовое решение. Если во всем мире наиболее распространенными цветами полиции были синий, серый и черный, то здесь в основном использовались зеленые тона. Поэтому машины немецкой полиции было легко узнать по бело-зеленой расцветке. С течением времени эта традиция претерпела изменения. И в цветовую гамму добавились серо-голубые автомобили. Кстати, автомобили используются исключительно немецкие. Все-таки автопром в Германии один из мощнейших в мире. Еще одной особенностью немецких полицейских машин является удивительная минималистичность. Проявляется это не только в отсутствии всевозможных шашечек, цветовозвращающих элементов и тому подобного, но и в комплектации автомобиля, которая мало чем отличается от базовой для данной модели. Ну и в заключении не могу не рассказать о канале Автомобильный миллионер. У Руслана сеть автосалонов, и он рассказывает, как построить такой бизнес. Полезный контент от реального бизнесмена, разбавлен экстремальным отдыхом и путешествиями. А еще Руслан хочет разыграть на канале Автомобиль, поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. Всем пока.